Продолжение следует... 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 Да, совершенно верно. Эти регионы требуют дополнительного финансирования путем печатания денег. Я вот хотел еще просто добавить, абсолютно согласен с Михаилом по поводу того, что серьезные суммы, вы еще сказали, что это не такие солидные суммы. Но 20 триллионов долларов американская экономика, скажем так, в абсолютных цифрах. Есть у нас еще прецедент не такой уж и далекий, когда Apple сообщила о том, что они присоединились к политической инициативе, вернули, репатриировали капиталы. И согласились уплатить, по-моему, там фиксированную ставку 15,5%. Это 38 с чем-то миллиардов. Но тут легко посчитать, на самом деле, какой капитал они вернули. И тогда, когда эта новость пришла на рынок, мы увидели рост доллара в диапазоне от 0,7 до 1%. То есть один только Apple внес на своей репатриации практически процент в рост доллара. Поэтому этот эффект, собственно, и спровоцировал укрепление доллара США. И каждый раз, когда будет происходить такая процедура, доллар США будет чувствовать поддержку. А, Артем, а как мы тогда можем понять, что кто-то еще крупный репатриировал? Это же проходит наверняка все не так очевидно, как Apple, который решил на этом еще, видимо, маркетинговый ход какой-то сделать. Тем не менее, вот в каком промежутке времени мы можем ожидать максимального наплыва этих возвратов капиталов, которые могут как раз доллар поднять? Я поделюсь небольшим инсайдом со ссылкой на Bank of America, если что, ответственность на них. То, что крупные компании собираются действительно вернуть на территорию США несколько сотен миллиардов долларов уже в первом квартале, то есть до конца апреля. И если вернуться опять к Bank of America, они считают, что в этот период нас ожидает подорожание доллара больше, чем на 3%. Так, что это будет значить для российской валюты? Вот сейчас правная точка у нас 69 рублей, 50 с небольшим, 50 копеек. Вот, Михаил, опять же, у нас 1,20 вы обозначили или 1,18. Если перевести это на курс российской валюты против доллара и против евро, какие будут уровни? Основное сопротивление, про которое мы говорили в предыдущие дни, по доллару США, это у нас 57 рублей. Ну, если отталкиваться от технического анализа, это мы все прекрасно помним. Да, и это полностью сопоставимо. А если говорить по евро, то его курс будет незначительно снижаться, и мы можем видеть евро по 68-67 рублей за единицу. Артем, но ведь сегодня еще один интересный новостной повод к нам пришел, который в, скорее, поддержку российской валюты играет. Это Moody's, международное рейтинговое агентство, штаб-квартира, которая все равно находится в Соединенных Штатах, улучшила прогноз по кредитному рейтингу России до позитивного, со стабильного на позитивный. Я напомню, что у нас сейчас только один рейтинговый уровень по версии ФИЧ остается на инвестиционном уровне, остальные все были снижены до мусорного ввиду санкций. И очень интересно, что сейчас, буквально за дня на день, в понедельник, мы ожидаем новых санкций со стороны Соединенных Штатов. И это может быть уже связано с суверенным долгом России. Так вот, перед этим Moody's вдруг повышает прогноз по кредитному рейтингу. Вот как это можно объяснить, с чем такой парадокс связан? И как это повлияет на российский рубль? Ну, можно сказать, что США, если все-таки решить, что S&P это предвзятая, не объективная контора... Это все-таки Moody's. Знаете, S&P обвиняли уже и в том, что это агентство спровоцировало кризис в Соединенных Штатах, саппрайм и прочее. То есть, про S&P тут уже, наверное, все понятно с точки зрения Америки. Но международное агентство, оно, наверное, более объективное должно быть. Согласен, да. Можно сделать первый вывод, что США играются с инвестиционным климатом в России. Действительно. Они формируют настроение. Сначала создают риски. Ну, очень противоречиво играют. Непонятно, что имеют в виду. Хотят сделать хуже, а потом раз и повышают прогнозы. Видимо, действительно, им это доставляет удовольствие. Ну, а с другой стороны. Это прослеживается очень четко. Смотрите, если бы я был маркетмейкером, я бы захотел продать актив подороже. Что бы я сделал? Я бы искусственно создал повышенное внимание к этому активу. То есть, сегодня, перед введением санкционного режима с понедельника, хотят американские инвесторы создать благоприятный фонд для того, чтобы выйти из России. Вот так и метели? Для того, чтобы скинуть российские бумаги, да? Совершенно верно. То есть, у 98% широкой публики формируют сомнения о том, что все хорошо. То есть, мы говорим не только про Россию, а вообще про инвестора. Они начинают этот актив скупать. Закон спроса и предложения цена повышается. А скупает у него кого? У маркетмейкера. Ну, смотрите, сейчас пока не особо явно. Ваша идея прослеживается, например, индекс РТС всего полпроцента теряет. Индекс МВБ еще меньше. То есть, никакого явного сброса нет. Поскольку вот-вот уже вступает, то, соответственно... Нужно это все смотреть на пересечении торговых сессий. Если говорить об Америке, то основные торги по московскому времени, начиная с 17.00, уже поступает информация, уже можно что-то там смотреть. Если говорить чисто об индексах, мы видим, есть индекс РГБИ, это индекс доходности российских облигаций. То есть, начиная с начала сегодняшней текущей сессии, он падает. То есть, отток уже виден. Уже виден. Он виден из российских именно облигаций, с долгового рынка. Да, совершенно верно. Если прям посмотреть график, это можно сделать на сайте Московской биржи. В разделе индекс вы заходите, смотрите, прям четко видно, что он снижается. Тогда логика более или менее ясна. Ну что же, давайте посмотрим на логику наших команд сегодня, под конец текущей рабочей недели. Сразу обещаю, что будет некий сюрприз. Пожалуйста, Артем, вы как представитель нашей фундаментальной команды обозначите вашу инвестиционную идею. Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Сегодня довольно интересный день для криптоиндустрии. Поэтому снова предлагаю приурочить сделку трейд сегодняшнего дня к биткоину, родоначальнику всей индустрии. И речь пойдет об игре на понижение. Собственно, несколько дней назад мы уже разбирали, почему весь крипторынок находится под серьезным давлением. Говорили о том, что есть конкретные рестрикции, которые продолжают через фактические решения следовать из Азиатско-Тихоокеанского региона. Делали очень большую ставку на Народный банк Китая, который в этот раз запретил даже деятельность зарубежных сайтов, криптобирж на территории, собственно, Китая. И, возможно, даже речь пойдет о закрытии доступа к мобильным приложениям. И участники рынка решили, что есть возможность пока что сосредоточиться на Южной Корее, потому что там все более-менее либерально. Но вот вчера пришел тревожный звонок и оттуда, потому что Южная Корея сообщила о том, что с 30 января они вводят обязательные требования по верификации на национальных биржах. То есть все те инвесторы, которые регистрируют новые счета, будут обязаны указывать свои настоящие имена. Эти имена должны совпадать с платежными документами и теми расчетными счетами, откуда поступают средства. То есть как-то обдурить биржу не удастся. Та среда, которая должна была быть анонимной, в итоге получается, что уже совершенно прозрачна. Если кто-то откажется это делать в отношении этих людей, будут действовать определенные ограничения со стороны уже биржи. Плюс ко всему, сегодня еще есть один негативный момент. Он связан с экспирацией фьючерных контрактов на бирже СМЕ, Чикагской бирже гереватив. Если вернуться к прошлой идее, возможно, именно прошлая экспирация стала причиной распродаж. Сегодня мы сможем проверить эту идею, если она оправдается, хотя, судя по всему, уже оправдывается. Мы видим, как биткоин активно снижается. Я предлагаю сегодня поставить... Я думаю, что это... Актуальные нотировки, да? Да, ну 10.311 по биткоинексу. Я думаю, что с 10.500 можно продать, дождаться небольшого отскока и ориентироваться на прежнюю цель в 8000. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот такие у нас сегодняшние уровни обозначены командой фундаментального анализа. А теперь слово даю технической команде. Пожалуйста, проходите. Уважаемые трейдеры-инвесторы, мы продолжаем пользоваться чисто техническими моментами. Подведем небольшой итог. В понедельник мы использовали идею дивидендной отсечки на акциях. Это просто чисто технический момент. На валютах мы использовали торговлю от уровней. В четверг у нас была отработка паттерна фигура продолжения на фондовом рынке. И технический анализ можно применять на рынке криптоинвестиций, криптовалют. И нашим активом сегодня будет биткоин. То же самое по биткоину. Основной паттерн, который отрабатывается на данном инструменте, это у нас прорыв консолидации. То есть у нас есть консолидация. А где эта консолидация расположена у вас на графике? Смотрите, значит, последние несколько дней, порядка пяти дней, мы видим, что биткоин тестирует значение 10 тысяч, плюс-минус 10 процентов. У этого инструмента данная волатильность, она приемлема. И мы рассчитываем, что этот паттерн отработается, будет пробой консолидации выше 10 тысяч 500. Цена уйдет. И мы делаем ставку на техническую составляющую, это волатильность. То есть покупаем с текущих и целью ставим плюс 500 долларов, ровно. Плюс 500 долларов. То есть, по сути, в районе 11 тысяч. Совершенно верно. Если сейчас котировки 10... 10,355. Пусть будет 10,855. Спасибо. Присаживайтесь. Ну что, уважаемые телезрители, вот это прекрасный момент для того, чтобы понять на одном инструменте, какой из анализов работает лучше. Поскольку обе наши команды, техническая и фундаментальная, делают ставку сегодня на один и тот же инструмент. Это биткоин. Только. Команда технического анализа нам рекомендует его купить, а команда фундаментальная продать. И уровни примерно одни и те же. Было 10,500 обозначено в качестве такого основного ориентира и одной команды, и второй. Поэтому мы уже в понедельник поймем, вот по крайней мере, какой из видов анализов на рынке криптовалют лучше работает. Какая из ставок будет считаться сработавшей. Ну и также я напомню, что буквально накануне у нас Минфин опубликовал законопроект о регулировании криптовалют в России. Наконец-то появились термины, определение терминов, что цифровым имуществом будет являться криптовалюта. И то, что как платежное средство в России оно не сможет участвовать, не сможет в платежах проходить, потому что рубль является одним единственным средством платежа в России. Ну, в общем-то, была очень заметная вчера история, связанная именно с криптовалютами в России. Ну, а на сегодняшний день, напомню, уважаемые телезрители, что свои вопросы и комментарии вы можете присылать нам на адрес электронной почты battle.rbctv.ru. Команду технического анализа всю эту неделю представлял Михаил Хлестунов, руководитель московского департамента аналитики группы компании FIBA. Артем Деев, ведущий аналитик брокерской компании Amarkets, боролся за команду фундаментального анализа. Счет пока 2-1 в пользу технических экспертов. В понедельник подведение итогов по рынке позиций. Елена Клубова, не переключайтесь, всего доброго.